Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 518. События дня. Марка 12.26. Считаем. А о мёртвых, что они воскреснут, разве не читали? Это за 13 мая 2017 года. Юрий Соболев пишет. Благодарю Игнатию Тихоновичу за наставление. Сам так разумею, желая охватить то и это, ежели сподобит Бог. Но есть зависимость от занятий на работе. Теперь лишь усилить молитву о том, чтобы благоприятно составили расписание в университете. Спаси Христос. Решила о том, что ещё где-то предлагают. И там студии, видимо. А сам преподает Юрий в университете, в академии. Занятия ведёт в епархии. Ясно дело, не хватает времени. Вместе сбивать их надо в один класс. У меня так было. В школу, если приезжаю в Новосибирск. Они два-три класса. Там парты буквально всё сдвинуты. Или стоя. А потом через коридор перехожу. А там уже заучи учителя приготовили новая аудитория. Отец Наум Борщуков пишет мне. Отец, просим совет. С Божьей помощью построили храм в честь воскресения Христа. Я был у них, видел там фундамент. Делали они. Сейчас хотим делать отопление. А ты профи-печник. Я 40 лет с печами возился. Посоветую, какую печку сделать на дровах, так как на газе очень дорого. Храни тебя, Господь, и всю вашу общину. Я отвечаю, мир вам, дорогой Отец Наум. Только что вернулся из Потеряевки. Был у нас там день деревни. Отмечали 26-летие. А на самом деле это от начала основания, как сохранилось в записях древних, 199 лет. На следующий год будет 200 лет восстановления Потеряевки. Или строительства. Приезжал митрополит Сергий Иванников, московского патриархата, со священниками. Ролик один уже выстоял. Будет ещё два, если Господь благословит. Относительно печи для обогрева вашего немалого храма. Тут просто печник один, а одной пищей вряд ли обойдётся. Нужны сварщики и рассчитать количество батарей, чтобы был вставлен в печь котёл и варить трубы. Этим я не занимался ни одной секунды за всю жизнь. Так что помоги вам, Господь, найти настоящего сварщика. И чтобы вам подсчитали на вашу кубатуру, сколько нужно килокалорий, чтобы поддерживать оптимальную температуру для мерзляков-грузин. Это мы тут в Сибири с детства привыкли терпеть низкие температуры, что Адольф Гитлер не брал счёт и крупно проиграл перед Москвой, когда дивизии Сибири заняли заснеженные окопы и кинулись на врага стереть установленные фашизмом границы и отбросили мерзляков-немцев. Если без котла, а в разных местах храма несколько печей, лучше круглых, дольше тепло держат, это уже там найдите подходящего печника и обеспечьте его материалом и рабочими. Успехов вам! А давать заочно делать печи – это почти как учить заочно, как правильно рожать. У нас в посёлке Потеряевка зимой бывает до минус 40 градусов, и печь топить всё время значит впустую жечь, ибо богослужение лишь в субботу и воскресенье бывает. Поэтому служилось раньше у батюшки на дому в такие дни, ну, на втором этаже. А весной и осенью, когда богослужение было в храме, то отапливалось, батюшка купил котёл особой конструкции, который тепло не может долго держать, но зато быстро гонит горячий воздух по помещению. И тепло делается. Отмолились, и остыл котёл. Топится только дровами. Был один котёл, но батюшка решил заменить другим и говорит, что этот лучше. Отец Новоборщиков. Благодарю, отец, за ответ. Говорят, что есть комбинированные котлы, газ, дрова, уголь. Ты не знаешь такой вариант? Отвечаю, таких не было. Но можно, значит, если решётка колосниковая есть, то уголь можно засыпать. Есть электрические, только подключи и плати. Наталья Чернова. Мир вам, Игнатий Тихонович. Многим людям очень нравятся ваши ролики. Подумайте, пожалуйста, могли бы вы записать ролик с рассказом, как жить без таблеток? Вот только от вас я узнала, когда первый раз в жизни постилась, что при сжоге нужно съесть два сухарика с мёдом и ничем не запивать. Вроде так просто. А ведь об этом мало кто знает, но она сделала у ней пересал и сжога быть. Никогда соду не пейте. Увеличение сжоги, увеличение соды. Просто невероятно. Просто и без таблеток. А ещё из ваших роликов я услышал, что принимая сок берёзой, очищаются почки. Недавно муж привозил немного из леса. Мы по стакану выпили и всё остальное раздали. Если бы знали, что это лечебно, то пропили бы больше. Вот сейчас я знаю, у многих детей, да и у взрослых, болят головы. Раньше дети так повально не маялись головами. Может, тоже есть природное лечение? Отвечает, всего есть природное. Без химии, притом совершенно бесплатно. Например, порезал палец или ещё где. Порез. Кровь течёт. Сразу же отсосать и сплюнуть. И не раз это сделать. Также это при укусе твари разной ядовитой. И сразу потом на это место обильно помочить. Можно мочевую тряпицу привязать. Как на собаке зарастает всё. Трещина появилась на пальце, тоже больно. В ухо засеры и замажь. Ожог. Тут же белком яйца замазать. Если нет яйца, можно соплями. У мусульман два раза едят. На ночь есть не более 20% от всего дневного. Утром можно съесть 50%, в обед 30%. Ужин не должен быть ближе к отходу, коснущим два часа. Днём никогда не ложиться спать. Солнце крощать, вставать быстро, принимая вертикальное положение. Кровь отхлынула и голове легче. Хорошо на ночь ложку мёда настоящего слезать и тёплой водой запить. Если болит желудок, то хорошо также ложку столовую мёда медленно слизывать. И час ничего не пить и не есть. Это утром делать. Утром. Раз-два. Утром и в обед на самой мелкой тёрке и стереть морковку. Или две, и без всяких добавок съесть. Для глаз весьма полезно. Насколько только возможно ходить босиком, и особенно летом, там, где скотина шла по грязи и засохла неровно. Это уже отразится на все органы на сердце и на мозги. Идти по пурыжкам и не гнуться, не замещать. Всегда утром натощак вкусить немного просворы и запить обязательно святой водой. И где болит, там протереть святой водой, водя пальцами с молитвой Иисуса и крестообразно. И притом никогда не злись. Не гневайся, не кричи, не завидуй, не ревнуй, не объедайся, не опивайся. Живи в проголодь и в прохолодь. Не пустословь, не хохочи, ходи прямо и не горбаться. При письме носом не поши по бумаге. Если устал сильно, присядь, но не ложись. Головой откинься на стенку. Закрепись, чтобы не упасть, и через каждые три часа взремнуть минут по 10-15. Это полезно тому, где уже более 60 лет возраст. Много есть еще чего, и все не расскажешь. Нужно жить свято и молиться крепко. Солом 118, 164 стих. Юрий Соболев пишет опять. Мир вам, Игнатий Тихонович, посмотрел новый ролик «Трапеза у отца Иакима». Игнатий сказал слово о православии сегодняшним. Понравилось весьма ваше слово. Пример филигранной дипломатии, твердой и обличительной в самом главном. И мудрой, учтивой, и в остальном. Поистине искусство не смущает с контекстом сего слова. Благовестие и миссионерство. Возник вопрос. Вопрос по Писанию. В слове своем, Игнатий Тихонович, вы раскрываете значение слова апостола Петра. Деяние 2, 38. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получи дар Святого Духа. Ну и далее считать. Вот интересно, как Священное Писание везде одинаково звучит. Итак, охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день. Душ около трех тысяч. Вообще-то здорово. Сразу вопрос, которые не крестят, они сюда тыщут. А где в Иерусалиме могли креститься три тысячи человек в один день? Река Иордан за 200 километров. Других водоемов нет поблизости, ведь не краплением же, а обливанием-то. Отвечаю. Евангелие от Яна 5.2. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. И далее, перепечатываясь с сайта Московской Патриархии в Иерусалиме, найдена библейская купальня Силаам. Рабочие, проводившие ремонт канализационных труб в старом городе Иерусалима, случайно обнаружили резервуар с чистой водой, построенной еще в библейские времена. Купальню Силаам сообщает пост Газетте со ссылкой на Лос-Анджелес Таймс. В древности Силаам была одним из мест, куда стекались паломники, пришедшие в Иерусалим. Вода в бассейн поступала по известному тоннелю Езекии. Резервуар купальни оказался намного больше и благоустроеннее, чем предполагали археологи. К воде ведут три пролета каменной лестницы, сообщил редактор журнала «Библейское археологическое обозрение» и Хершер Шенкс. «Раньше многие ученые говорили, что купальни Силаам не существует, а Иоанн использовал ее как иносказательный образ, говорит специалист по Новому Завету из американской пристонской семинарии Джейдж Шарльз Уорд. Теперь мы знаем, что бассейн реален, и он был найден как раз в том месте, где указал Иоанн». Интересно. Что теперь Шарльз Уорд будет говорить? Сенсационная находка проливает свет на древнюю практику паломничества в Иерусалим, которое все евреи должны были совершить как минимум раз в год, заявил археолог из университета Хайф и Ронни Рейх, под руководством которого прошли раскопки. Иисус был одним из этих паломников, прибывших в Иерусалим, «И вполне естественно, что он пришел именно сюда», говорит Рейх. Менее чем в двухстах метрах от недавно открытого бассейна находится другая купальня села Ам, поздняя реконструкция, построена между 400-м и 460-ми годами по приказу византийской императрицы Ибдокии. Где-то поблизости должна находиться и третья купальня села Ам, еще более древняя, чем та, на которой бывал Христос. Этот резервуар с водой, был построен по приказу иудейского царя Иезеки в 800-м году до н.э. Этот правитель распорядился прорыть тоннель под городом Давида для доставки воды от источника Гихон в соседней долине Кедрон с Иерусалимом. Иезеки предвидел осаду города с сирийцами. Заранее готовился. Предположительно, первая купальня села была уничтожена в 586-м году от Рождества Христова, когда Иерусалим захватил Вавилонский царь Навуходоносор. Бассейн, к которому приходил Иисус, был построен неизданно до его рождения, разрушен в 70-м году от Рождества Христова воинами римского императора Тита. Раскопки купальни начались еще прошлой осенью, когда рабочие вели ремонт канализационных труб. За их работой вел наблюдение представитель израильского управления древности Эли Шуркон. Как только были обнаружены верхние две ступени, спустившиеся к воде, Шуркон распорядился остановить работу и вызвал Рейха, который в это время ввел раскопки источника Гихон. Уже увидев ступени, мы были абсолютно уверены, что перед нами купальня села, вспоминает Шуркон. Работа археологов продолжается, к воде ведут ряды ступеней с трех сторон, а четвертая еще не раскопана. Она находится под садом, принадлежащим православному храму, и на работу под ним пока не получено разрешение. Слово «селаам» появилось в септуагенте при переводе еврейского названия «шилаах» по древноеврейскому «посылающий» сравни «шалиах» посланник. В Библии источник селаам является символом постоянной заботы Всевышнего о своем народе. Проведение приходящего к Израилю в мире и любви Исайя 8.6 «У купальни селаам произошло чудесное прозрение слепорожденного, когда его глаз коснулся спасителя» Иоанна 9.7 «Жертву сначала проводили в купальню и мыли, как сегодняшняя машина в отомойке. Но обмыть овцу или ее внутренности и просто погрузить человеку в воды нужно для крещаемого вовсе и намного меньше. А овец сколько могли зарезать при жертвоприношении? Вторая параллель «Поминон» 5.6 «Саджи, Соломон и все общество Израилева, собравшиеся к нему перед ковчегом, приносили жертвы из овец и валов, которых невозможно исчислить и определить по перечине множества». Вторая параллель «Поминон» 7.5 «И принес саджи, Соломон в жертву 22 тысячи валов и 120 тысяч овец, так осветил дом Божий царь и весь народ». И погрузить таких всего-то две тысячи человек или 22 тысячи валов и 120 тысяч овец, то окажется, что это просто малость. Левитам 1.9 «А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою». Левитам 1.13 «А внутренности ноги вымоет водой и принесет священник все и сожжет на жертвеннике это все сожжение жертвы благоухания приятное Господу». Левитам 8.21 «А внутренности и ноги вымыл водой и сжег Моисей всего овна на жертвеннике». Ну вот так на этом пока хорош. Далее я буду уже из других ресурсов брать. Это 13-го было пятницу рано мы начали собираться в 6 часов к нам Игорь уже приехал в Добунов на машине стали грузиться и поехали и проехали нигде не застряли. На встречу попался батюшка ехал он с Иосифом ставить знаки где поворачивать на Потеряевку а то мимо проедут. Ну в этот день пришел а сразу же привез голубей туда 5 штук к Никите на крышу а то у меня третья голубятня там будет. И повез меня Игорь Добунов по разным прудам сразу на Южный потом на Костровый потом сразу на Лагерный и на Храмовый все осмотрели узнали как что потом поехали на Рыжковский Северный пруд а там вода хлещет под низ никак не остановить нету воды утекла вода 2 метра примерно ушло высоты ужасно ну еще бобры все погрызли под землю копает далеко его не нарыто нет на радито там под водой далеко отступил под водой вырыл и ушел все спустил ну ладно так я посмотрел и говорю надо тут по-другому запруду делать не на входе а на выходе ну и так и сделали заглушили вода уже больше не пошла сумели мы ее остановить вот этот день среда чем он у нас знаменит был тут я голубям лазил все остальное в деревне кого повидал вот нам надо было делать и срочно надо было привезти сено тюки пошел просить у Игоря у него не до этого дела на поле работает я к батюшке и все-таки Игорь приехал тут мимо это ему некогда некогда там семейные это дела у него такие важные намещаются ну важные просто скоро известно будет что к чему но все-таки привез он привез но теперь у нас дело завязалось мы попросили тут пришел еще Витя помог Роман Степа пришел ему 9 лет уже Степе уже большой парень ну и Исааки кажется еще был поработали я едва едва дотащился до дома но завтра маленько полегче стало дальше будем говорить ну и наши ресурсы чтобы увидеть что у нас есть ну у нас есть мой мир его сейчас мне не открыть даже потому что я сегодня много вставил вот сегодня я поставил добавил 11 фотографий про голубей 11 по пальцам считайте и дальше дальше 25 фотографий добавил вот про архиере плейлисты разные поэтому так зараблено 25 и тут у нас было 11 получается что 36 36 36 и тут 32 2 фотографии про книги кто получал 36 за 32 ну что это 68 68 а дальше 77 68 75 145 вот уже 145 и дальше я добавил еще 55 фотографий 145 вот 200 200 ну и тут добавил 501 700 с лишним фотографий я сегодня выставил они у меня накапливали 700 с лишним фотографий ну и выставил тут показано что концерт день потеряем сейчас 13 минут концерт был дальше выставили трапезу 56 с половиной минут ну без малого час и литургию полностью впервые записали приезжал митрополит Сергий Иванников московского патриархата у нас и 1 час 44 минуты это очень много полностью все записано далее у нас это наш форум вот оно видно где православный форум вот 2654 день 1600 тем ну сейчас у меня тут что записывается осталось еще почти записалось тут интересный материал записываю называется он увидел других стоящих на торжеще праздно запомните очень интересно до слез интересно будет кто-то будет себя узнавать тут ну еще тут сказать дальше у нас это во свете библии православный библейский сайт вот так ну и как всегда нужно что-то почитать вот у нас тема русский язык на сайте там есть я добавляю помаленьку русский язык вопрос 1953 7 том открытым оком в апостольские времена бог давал моментальное знание иных языков а после это явление в более позднее время встречалось ли ответ очень редко единичные случаи сегодняшнее же говорение на языках почти всегда есть повреждение психики или явное беснование харизматический заскок самости и непокорности вселенской церкви 1 коринфян 14 23 если вся церковь сойдется вместе и все станут говорить незнакомыми языками и войдет к вам незнающие или неверующие то не скажут лишь что вы беснуетесь вот и все определение Паисий Великий 19 июня по старому стилю кавычки открыты слово к святому Паисию первым начал старец он говорил через переводчика языком сирским видите как ибо не умел говорить по-египетски Паисий же будучи египтянином немало скорбел о том что не знает сирского языка так как он не хотел пропустить ни одного полезного слова старца и вот возле дочери свои на небо и устремив ум к Богу он воздохнул из глубины сердца и сказал сыне слове Божий дай мне рабу твоему уразуметь силу слова святого старца и лишь только он сказал это о сколь близка всегда к нам помощь Божья тот сейчас же стал понимать сирскую беседу старца и просвещенный божественным духом начал говорить с ним по-сирски же и наслаждались они оба богодухновенного беседа бестолкователя говоря друг другу о своих подвижнических трудах кои им были завещаны от Бога и каких кто из них сподобился Божьих дарований вот это они не похваляются еще только рассказывают о себе ничего писание это не рассказывает дарования какие они имеют и это по хвальбу не считают нет это что двойной стандарт вопрос а эти канона и таких шедевров масса да поют еще с растягом гулка отдается по сводам и вообще ничего не остается для чего читают субботу первый час кому нужно бесперерывно счастнейшую и по 40 раз господи помилуй люди стоят все делают вид что молятся а ничего нет преданность монашеским измышлениям исторгла из церкви Библию 1 коринстам 14 8 11 и если труба будет издавать неопределенный звук кто станет готовиться к сражению но если я не разумею значение слов то я для говорящего чужестранец и говорящий для меня чужестранец в пустыне дикой и сухой полдневным зноем опаленный какой-то странник чуть живой лежал злодеями сраженный ужасен был страдальца вид тогда же в лесу родного края священник некий левит прошли его не замечая а он беспомощен один жуков с унынием горьким ждал кончины и в этот миг самарянин спешил дорогу пустын и в пустын и в рожду забывших иудеям он полный радостных забот омыл несчастного илеем он облегчил его как смог племянных дрязг не разбираясь скажите кто из этих трех достоин быть в чертогах рая вот вопросик задают нам подкинули вопрос 3700 дворкин признанный сектовед пишет о свидетелях иеговы кто они и в чем неправы но как их обратить на путь истинный если у них столько недостатков и такая тоталитарная система управления то зачем же туда идут ответ так и хочется назвать дворкина псевдоправославным болтуном пишет он об этих еретиках из других книжек столько сколько они сами о себе не знают и пока он пишет это они идут от двери к двери и за это время уже несколько так называемых православных успели обратиться в свою организацию он же сам пишет свидетели иегова знают прежде всего по их активной пропагандистской деятельности они чаще чем члены других многих сект ходят по домам пристают к людям на улице раздают свои листовки и журналы навязчиво предлагают изучать вместе Библию и приглашают на свои собрания и я в мире ежеминутно появляется новый иеговист Дворкин признает что иеговисты самая быстро распространяемая секта так почему же бы не поучиться у них тому как удержать свою скользающую паству как сделать православных стойкими и как обращать еретиков к православию как сектанты отдирают от православия свою погибель да ничего этого Александр Леонидович делать не умеет и любая 80-летняя сектантская старушка для своей организации приобретает больше чем сей профессор красующийся в масонском галстуке Дворкину очень много говорит о том как худо иеговистов что они запились так много самоубийств и многие погибли из-за отказа перелезть перелезть себе чужую кровь и многое очень уж худое у этих окаянных грешников еретиков и я не смог найти у этих еретиков того чего бы не было у нас у православных а если верить Дворкину что там так худо то про нас тогда и говорить не нужно всего этого у нас сотни раз больше говорит о подавлении о запрете общаться с отступником и проще да что же все скопировано с книги справил это где каноны вселенских поместных соборов и правил святых отцов это все рекомендует по отношению к отлученным и отступникам нельзя же так дико пользоваться двойным стандартом если это худо у еретиков то с нас спрос и за это будет строже а этим уже 2000 лет с сектантами можно эффективно бороться только нашей святой жизнью никому не подавая соблазна и знанием библии воевать а вот этого то всегда в церкви был страшнейший дефицит более жесткой структуры управления чем монастыри не было на свете это настоящий концлагерь и нам ли кого-то обвинять когда у самих рыльцев пуху и все же признал профессор пишет с профессиональной точки зрения издания выглядят прекрасно броски яркие иллюстрации качественная бумага журналы и брошюры внушают доверие и бросаются в глаза члены секты обязаны распространять эти издания они выкупают их на свои деньги а потом раздают или продают минимально допустимое количество свидетельств для каждого члена секции 10 часов в месяц 10 часов но чтобы быть на хорошем счету в секте нужно свидетельств гораздо больше 50 60 80 и более часов в месяц особая категория свидетелей пионеры проповедует не менее 90 часов в месяц и спец пионеры не менее 140 часов проповеди в месяц и спец пионеры не менее 140 часов проповеди в месяц этим занимались первые христиане и считаем деяние 184 между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово 1 фессалони якицам 1 фессалони ибо от вас пронеслось слово господне не только в македонии и ахайе но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в бога так что нам ни о чем не нужно рассказывать в 1997 году среди 5 миллионов 900 тысяч свидетелей пионерами были около 700 тысяч человек то есть каждый восьмой в сентябрьском номере яговинского журнала для внутреннего потребления наше царственное служение за 96 год находится подробная инструкция по вербовке в том числе и требование узнать имя адрес телефон человека проявивших хотя малый интерес к разговору при этом собирается также информация о жильцах времени когда их можно найти дома их здоровье и интересах сектанты могут свободно доказать дворкину что они поступают по своей совести и по писанию но что может им доказать знаток сект если количество членов в любом храме не знают взять десятину не могут выкинуть торговлю из храма не в силах выполнить оглашенные изыдите нигде не могут сколько их дворкин отправил бы своими руками на костер инквизиции будь он это века на три раньше опоздал инквизиторы уже уснули в пышных гробницах алики их в иконных рамках и канонизация лайвола успешно прошла как Иосифа Володского нам нужно учиться у первых христиан и пасти благую весть нести всем иеговистам и в том числе а людям так нравится потому что у них защищенность есть Иеремия 50 31 вот я на тебя гордыня говорит Господь Бог Сава ибо пришел в день твой время посещения твоего и Михеем 74 лучший из них как терн и справедливый хуже колючей изгороди день провозвестников твоих посещение твое наступает ныне постигнет их смятение 1 Петра 2 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками дабы они за то за что злословят вас как злодеев увидя добрые дела ваши прославили Бога в день посещения в Фессалонику Павел апостол пришел разъяснил он святое писание говоря что Христу надлежало принять за грехи человека в страдания загибшего что воскресший из мертвых и грех искупил он вознесся торжественно к Богу и внимая апостола дивным речам собирался народ в синагогу и во многих сердцах вдохновенно зажег он светильник божественной веры и восстали тогда ополчаясь на него возмущаясь народ изуверы киосонову дому явились они когда изрекая хулые проклятия и страшаясь за апостолов тайно его удалили из города братья Григорович Энг ну на этом все больше я не буду считать всего хорошего хулые 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 хулые